Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава послания к римлянам в рамках проекта «Экзегет». В 13-й Павел говорит о том, что христиане должны жить по закону любви, исполняя при этом требования римской власти, поскольку это власть от Бога, как любая возможность, власть, которая устанавливается в этом мире. Но христиане должны превосходить требования просто римского права и заниматься поиском законов царствия, в которые они стремятся войти. И в 14-й главе он рассматривает некоторые практические вопросы о том, как же это делать. «Кто немощен в вере, того принимайте не споря о мнениях». А что значит немощен в вере, у кого слаба вера? Вот дальше он поясняет на одном простом примере. «Кто-то верит, что можно есть все, а немощен вкушает овощи». Имеется в виду, что человек может считать мясо, продаваемое на базаре, идоложертвенным. Скорее всего, это имеется в виду. Оно могло быть символически принесено в жертву богам, ну то есть там коровку зарезали, языческим богам принесли какую-то часть, очень, может быть, небольшую этого мяса, остальное продали на базаре. И получается, что купив мясо, ты тем самым участвуешь в этой идоложертвенной какой-то практике. Поэтому кто-то не ел мясо в принципе. Вот он немощный в вере. Почему он немощный? А потому что его вера смущается от каких-то внешних вещей, у него недостаточно силы, чтобы преодолеть вот эту свою какую-то зашоренность, преодолеть свое какое-то восприятие мяса как объективное, недоожертвенного, да, если ты не приносишь его никому в жертву, ты не совершаешь никакой жертвы, просто купил кусок мяса, пожарил себе на обед, покушал. А немощный вкушает только овощи, они жертвенными не могли быть. Ты ешь все, так не презирай того, кто не ест. Не ешь, так не суди того, кто ест, ведь его принял бог. Кто ты такой, чтобы осуждать чужого раба? Это пред своим господином он устоял или пал, и тот поднимет упавшего, ведь это во власти божьей. Вот важнейший принцип. Обычно эти слова прочитываются перед постом в православной традиции, но это не столько про пост, сколько про установление вообще каких-то правил. Вот кто-то не ест мясо, кто-то ест. Главное, чтобы они оба воспринимали друг друга как братьев, понимая, что тот другой, он чужой раб, раб Господа. И если даже он упал перед своим господом, Господь может его восставить, а ты можешь очень так же пасть. И тут просто каждый смотри на себя, грубо говоря. Дальше он переходит к календарной проблеме, потому что бывают посты, праздники, уже тогда они стали появляться. Кто-то это все строго наблюдал, кто-то нет. Кто-то отличает день от дня, а кто-то обо всех днях судит одинаково. Пусть каждый решает по собственному разумению. Кто заботится о днях, ради Господа заботится. И кто не заботится о них, ради Господа не заботится. Кто ест, ест пред Господом и благодарит Бога. И кто воздерживается от еды, воздерживается пред Господом и благодарит Бога. То есть главное отношение, отношение к Богу как к Творцу, Создателю, как к тому, кто любим, к тому, кто важен, к тому, кто нужен. При этом человек может ограничивать себя в каких-то проявлениях, А может, наоборот, радуясь, наслаждаться этими дарами. Важно одно – это делается для Бога, это делается пред Господом или для удовольствия и перед своим собственным брюхом, и вообще перед своей самостью. Вот и все. Никто из нас не живет сам по себе, и никто сам по себе не умирает. Если мы живем, то живем для Господа, если умираем, умираем для Господа. Так что живем мы или умираем мы Господни. Для того Христос умер и воскрес, и ожил, чтобы господствовать над мертвыми и живыми. Вот настолько кристально прозрачный текст, что не добавить, не прибавить. Люди спорят очень часто, как там поститься, не поститься, что праздновать, что отмечать, какие ритуалы, обряды. Отмечаешь – постишься хорошо, если для Господа, а не для крутости. Крещение, надо окунуться в прорубь, это же удаль молодецкая, это же вот все делают. Но это не для Господа тогда. Или настал великий пост, надо вот воздержаться от всего, показать самому себе, что у меня есть сила воли. А Бог здесь при чем? Ну или наоборот. А, я с Богом, мне все можно, я буду развлекаться, не буду себя ничем напрягать. А где здесь Бог? То есть, если человек живет с Богом, он сам находит форму жизни, которая для него подходит данной конкретной ситуации. Вот Павел такой сторонник удивительной свободы, но не анархии, не такого неограниченного, просто бесконтрольного потакания всему, что захочется. А именно свободы в Боге, то есть выбора самостоятельного, сознательного выбора, который пристыкает из того, что Христос умер за нас, и Он наш Господин. А как мы себя ведем, это, грубо говоря, наше с Ним дело. Это не то, что нужно навязывать остальным, не то, что нужно контролировать у остальных. А вот каждый сам как сумеет, сочтет нужным, и что у него получится. А ты, что судишь своего брата? Или ты, что презираешь своего брата? Вот он обращается к тем, кто это решает иначе. Ведь все мы предстанем пред Христовым престолом. Как написано, жив я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык принесет Богу свое исповедание. Так что каждый из нас сам о себе даст отчет Богу. Вот основание этой свободы. Каждый сам по себе даст отчет Богу, коллективного выступления не будет, поручительства за других тоже не будет, а каждый отвечает за себя. Ну вот давайте уже сейчас и начинаем. Давайте прекратим судить друг друга. Судить и лучше, как бы вам не поставить брату преграды, не соблазнить его, да, то есть не столкнуть его с пути веры. Я знаю, я убежден в Господе Иисусе, не существует пищи нечистой изначально. Она лишь считается нечистой, только для того, кто считает ее такой. Но ритуальные ограничения Ветхого Завета многое объявляли нечистым. И Павел говорит, это не абсолютно, это не объективно, просто вот договорились так считать. Значит, для этих людей эта пища нечиста и точка. Если твоя еда огорчает брата твоего, ты уже поступаешь не по любви, не губи своей едой человека, за которого умер Христос. То есть, смотрите, нечистой еды не бывает. Нет, есть можно все и всегда, но ты можешь смутить кого-то, если ты съешь не то, не тогда, не там, не так. Не губи человека, не лишай его веры. Что для вас добро, пусть не будет хулою для других, да, то есть не будет вызывать у них ругань или какое-то недоброжелательство. Царство Божие – это не пища, не питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. И кто так служит Христу, тот угоден Богу и в почете у людей. Так что будем стремиться к миру и ко взаимной помощи. Ради пищи не губи Божьего дела. Вся она чиста, но худо, когда ты ешь на соблазн другому. Ну, вот тот же самый принцип, он заново-заново раскрывает, что дело не в том, что ешь, что пьешь, а в том, с Богом ли это и не смущает ли это кого-то. Лучше уж не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, что послужит к падению или соблазну, или немощи твоего брата. Да, то есть в самом мясе или вине ничего плохого нет, но если это смущает, то не надо. У тебя есть вера? Пусть будет она при тебе и перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя за свой выбор, а кто, если при этом сомневается, уже осужден, потому что поступает не по вере. Странный принцип, кто если сомневается, не знает, можно, нельзя. Ну, можно себе представить, вот время поста, современная аналогия, а я там что-то съел, вот у меня иначе не получилось. Человек сам себя уже осуждает в этой ситуации. А все, что не по вере, грех. То есть человек своей вере ставит какие-то внешние заслоны, границы, требования предъявляет от имени веры. И если он нарушает сам эти границы и требования, он фактически грешит, потому что его вера поставила ему пределы, которые он переступил. «Тому, кто силен вас укрепить в проповеданном мной Евангелии, в вести об Иисусе Христе, в откровении о таинстве, сокрытом с древних времен, о ныне явленном в пророческих писаниях и по велению вечного Бога, ставшем известным всем народом, чтобы они покорились в вере единому мудрому Богу через Христа Иисуса, слава во веки веков. Аминь». Вот в византийском варианте текста, который мы читаем, эти слова стоят здесь, в критическом, более позднем, ну, с точки зрения времени своего возникновения, он возник, естественно, в конце 19-го, 20-м веке, в начале 21-го продолжается, но который реконструирует при этом более или менее то, что можно представить себе об изначальном тексте. Вот эти слова стоят в самом конце послания, в конце 16-й главы, но здесь у нас византийский вариант, поэтому такое неожиданное завершение. Может быть, 15-й и 16-й глава были потом добавлены, может быть, не сразу Павел как бы такой посткриптум написал, да, по мере необходимости дополнил послание к римлянам, но этого мы точно не знаем, а в следующий раз как раз продолжим. Что же касается самого этого словословия, оно достаточно понятно, комментировать особенно много не нужно, но обратим внимание, кто силен вас укрепить в Евангелии. Вот как раз он говорит о вере, когда не совпадает с твоей верой, это неизбежно грех. Ну, а тот, кто может дать эту самую веру настолько сильную, чтобы ничего плохого не случилось, вот, собственно, это тоже Христос, и Павел об этом напоминает в этой своей такой заключительной торжественной формуле, как и обычно в формулах. Он еще и еще раз богословствует, чтобы объяснить это тем, кто, может быть, не сразу или не все понял. Субтитры создавал DimaTorzok